Привет, дорогие друзья, мы приехали в Сочинский Дендрарий, это парк, где ходят павлины, где растут красивые поселения, дикобразы, мы поднимаемся на финикулер, купили билеты, 500 рублей в одну сторону на взрослого, дети до 7 лет бесплатно. Да, нас сначала ввели в заблуждение, что цена подъемника входит в цену на парк, нет, вы поднимаетесь на подъемнике, потом еще отдельно платите 640 за 2 ехать. Мы сейчас поедем на подъемнике, в которой вмещается 20 человек, мы хотели одни ехать, но не получится. Давай, сюда встанем. Ну представляешь, сколько тут пешком топать, а потом еще обратно. Ну вот да. Ой, Маличка, это классно. говорить все видно все сочи а сочи огромный да получается стоит брать подъемник и расскажи на камеру но вообще сюда подниматься запаритесь ребята хорошо что мы рано приехали еще надо сюда приезжать вообще что в 1210 ну что вы пока спустится уже стимулирует смотрите красиво дорогие друзья стоит конечно здесь подняться на финикулёре потому что это нереальная красота все сочи и обязательно сходить в дендерариум мы еще там пока не были но если посмотреть вниз очень очень красивый здесь первое впечатление после подъема на финикулер не зря как тебе сочи огромный город большой мы вообще когда ехали в сочи представляю его размером с ялту но как мы ошибались и сочи она конечно очень благоустроен но они все на горах но он смотрите он вообще огромным тянется и тянется это все сочинский район очень благоустроен много зелени я вот смотрю даже вот смотришь внизу там садик смотри как классно сделан схема парка верхний парк и нижний парк тут есть павлинчик вот здесь вот павлины указаны все животные которые здесь находятся страус павлины попугаи смотри какая красота да смотрите вообще это такой бесподобный вид беспредельно бесподобный ты была как-нибудь мексиканском отделе отделе вот у тебя есть шанс отдел вот мексиканский отдел здесь вот такая мексиканская культура нас почувствую себя в мексике да а вот это плоды пальмы до что это ягодки вместо бананов я столько пальм видел только в сочи наверно больше нигде не видел такая вот олейка пальмовая ориентариум здесь летают бескредки бегают под ногами своих сотен тропических маленьких птиц австралийский патриантовый гордость китайский перепелка с композитором летел вот один что-то ест вот такой домик здесь кто у нас попугайчик здесь тоже что-то ест внутри-ка вон у нас сидит что-то глупает такие массивосики прям ой какие смешные да осторожно не пугай так вот такие забавные да разноцветные малыши но они такие маленькие уже взрослые птички это не птенцы ну и какие ест, сидит, не боится а вот эти боятся конечно если ты пытаешься поймать они испугаются ну лопаешь не боишься да уже привыкли все снимают такой красивый да лопаешься тут вода у них прозрачная, красивая да они думают что их кормить будут Вот такие разноцветные. Тут еще рыбки. Маленький прудик и маленькие рыбки. Красивые. Черепашки. Вот такие серенькие. А птицы сидят все. Черепахи сидят. Такие гнезда интересные. Кокосик. Красивые. Жарко, наверное. К жаре как раз привычные. Идем в бамбуковую рощу. Пойдем. А, туда не пройти, да? Нет, прямо. Идем. Давайте направо. Смотрите, как там интересно. Вообще бамбук огромный. Тут растет, конечно, дорогие друзья, но это просто в сравнение не идет. Вот эта роща с Никитским ботаническим садом, которую мы увидели. Там чуть-чуть бамбук, а здесь он просто настоящий бамбуковый лес. И окончаемый бамбуковый лес тянется и тянется. Очень всем совет ровный. Настоящий богомол, да? А его можно трогать? Да. Да не надо ветру. Тиана, как тебе? Поближе Лара смотри. Такой достаточно толстенький. А я буду сейчас снимать в телефоне. Честно, богомола все время. По-моему, ему не очень нравится, что ты его снимаешь. Классный. Где-то еще увижу. Богомол у нас в Питере, а? Только мультфильм... Мы тебя видим тут несколько раз. Нет, можно его только увидеть в панде кунг-фу. Не надо сейчас на Дианечка залезть. Да Диану, ну что ты с ним так обращаешься-то? Ладно, пусть он идет по своим делам. Ира, а что это за повод такое? Райское дерево. Райское. Я боюсь. Папка, как... Ой, какая страшная пещера. Да. Кто там живет? Попадаем на прудик. Купаться будем? Нет. Почему? Дождь. Грязная? Да. О, пойдем смотреть. Там вот это. О, смотри, смотри, смотри. Мама! 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 Яблоко захотел. Извините. Это бобры или внутри? Кто это? Нет. Внутри похоже. Они, кстати, очень добродушные. Нет. Нет. Я сюда буду приходить. Как они кушают, хорошо. Аж приятно смотреть. Буду им кушать, готовить, приносить. Не то, чтобы идти уговаривать. Есть. Мама, дай мне мать от банана. Ну, не знаю, они вообще... Они же не в Африке живут. Почему они должны быть бананы? Я не могу. У меня виноград они едят. Не едят. Тоже вообще не северный продукт. Маленькие, маленькие. Не надо яблоки кидать. Чтобы тебе палец не откусило. Не надо кидать. Кусочек оторви. Я сфоткаю. У них зубы огромные. Она может тебя без пальца остыть. Она меня нюхала подходила. Смотри, ест банан. О, бананчик. Нормально. Не, ну, пусть она откусит. Давай, давай, давай. О! Молодец. Из рук. Как тебе внутри из рук покормить? Если хотите покормить внутри, обязательно приезжайте в этот парк с бананами. И яблоками. И виноградом. Причем они едят с рук практически. Сейчас идем по очень красивой аллее. Кипарисовой аллее. Высокие-высокие кипарисы. Сочинского парка. Очень красивый. Да, дендерарий. Вообще советую посетить, да? Классно тут. Можно нутрий покормить. Птичник зайти. Страусы так себе. Что еще тут есть? Ну, много чего интересного. Красивый парк. Очень, да. Природа красивая. Пальмы. Кипарисы. Сосны. А это что у нас? Это китайский прудик еще один. Китайская беседка. Без рыбок. Беседка. Исполнение желаний. Не ловля дзена. Сейчас. Желание закатан. Смотрите. Фонтанчик. Дева Мария. И почему-то Иисус негритянок. Очень интересно. Фонтан называется. Мать и дитя. Заслуженный художник России. Да. Фигурки какие-то. Фигурки, которые портят вид парка. Да. Как-то они не вписываются, да, немножко? Ух. 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 А это что? Ух. Ух. А вот, кстати, вот здесь есть дольмен современный. Смотри. Ух. Имитация дольмена. Похоже на наше бомбоубежище. Да. 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 Не страшно? Нет. Он ведь скрипит. Укачает. Скрипит. Я за вами иду. О. Папа не. Дима. Ой. Ну идите. Давай. 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 Все. Все. Пойдемте. Смотрите какой Дольмен. Да. Давай, давайте к нему спорить. Да. Знаешь сколько этому Дольмену лет? 10 тысяч. 10 тысяч лет до нашей эры. ну как вам качающийся мостик как его сильно раскачали до тяжелый шел сзади его раскачивал громадные кипарисы мне кажется они метров 20 до тут такой классный ландшафтный дизайн очень красиво сделано все такие вот огромные пальмы просто что-то невероятно красивое место у нас такого в питере нету да нет есть одна в оранжерее этом парке куда не пойди куда не взгляни везде красиво тебе не кажется а вот это я видел люди ели сейчас попробуем это кстати вкусно реально вкусно что ты делаешь а вдруг она отравлены люди же ели ладно может они в реанимации или оккупировали туалет вот однажды он прочел эту легенду и она гласит она такая длинная но я быстро расскажу основной прекрасная и у меня дерзкая спортивная дарвина а таланта что выйдет замуж только за того бога который легко интегрировать и не дается кому не дается она убивает кинжалом мама давай посмотрим левоньки все что осталось от кинжала а интересная беседочка а вот дорогие друзья основатель парка худяков сергей николаевич и сказочные какие-то деревья растут такие знаешь ветвист извивающийся ну впечатляет красиво давай отойдем как у бабушки в деревне как у нас как у нас и и а и и и это он зевнул или напал морковку ты наваляет уже таких толстых енотов давно не видел не ну листики они не как я за это может обидеться размах крыльев хороший метра два да красавица